Ну, первое, что приходит на ум, я хотел бы жить в центре Москвы, но чтобы там не было машин. Еще чтобы там клерков было поменьше, и не было депутатов и чиновников, которые бы, они бы были бы, но они были бы где-то там, за городом, понимаете, в Люберцах или в Матищах. А город, я хочу по нему пройтись, вот как 30 лет назад, в Олимпиаду я шел по городу в 80-м году. Весь город вычистили, на каждого прохожего было два полицейских, это, конечно, перебор. Я очень люблю город свой, и мне очень, я приветствую все перемены, которые происходят в нем, которые помогают людям. И, естественно, любая такая перемена, она обязательно что-то у человека и у города забирает, и это надо понимать. Вот если вот это соблюдать, я думаю, что моя мечта заключается в том, она несбыточная, что если я построю когда-нибудь свой маленький город, где-нибудь очень далеко, я вот об этом мечтаю. Там должно быть все, что мне должно быть удобно для моего проживания, но там не должно быть шума. Я очень не люблю шум. Гарит, там должны быть птицы, лес, поле, вода. И тогда появляется, ты понимаешь, зачем ты живешь, где ты живешь и для чего ты живешь. И тогда ты можешь этой земле помогать расти, ты можешь помогать птицам размножаться, ты можешь от этого хорошего настроения что-то сочинять, дарить людям радость. Ну и приносить пользу какую-то, зарабатывая деньги, наверное, содержа собственную семью, родственников и, может быть, отдавая что-то тем, кому не очень в этой жизни легко. Который по ту сторону забора, конечно, находится. К сожалению, это тоже надо понимать. Забор должен быть. Продолжение следует...